Нержавеющая сталь, легированная сталь, устойчивая коррозии в атмосфере и агрессивных средах. В 1913 году Гарри Бриарли, экспериментировавший с различными видами и свойствами сплавов, обнаружил способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии. Нержавеющие стали делят на три группы. Коррозионно-стойкие стали, от них требуется стойкость коррозии в несложных промышленных и бытовых условиях. Жаростойкие стали, от них требуется жаростойкость, то есть стойкость к коррозии при высоких температурах в сильно агрессивных средах. Жаропрочные стали, от них требуется жаропрочность, то есть хорошая механическая прочность при высоких температурах. Классификация по химическому составу нержавеющей стали делится на хромистые, которые, в свою очередь, по структуре делятся на Мартенситные, полуферритные, ферритные, хромоникелевые, аустенитные, аустинитноферритные, аустинитно-мартенситные, аустенитно-карбидные, хромомарганцивоникелевые, различают аустенитные нержавеющие стали, склонные к межкристаллитной коррозии и стабилизированные с добавками ТИПУ. Значительное уменьшение склонности нержавеющей стали к межкристаллитной коррозии достигается снижением содержания углерода. Нержавеющие стали, склонные к межкристаллитной коррозии, после сварки, как правило, подвергаются термической обработке. Широкое распространение получили сплавы железа и никеля, в которых за счет никеля устенитная структура железа стабилизируется, а сплав превращается в слабомагнитный материал. Мартинситные и мартинситоферритные стали. Мартинситные и мартинситноферритные стали обладают хорошей коррозионной стойкостью в атмосферных условиях. В слабоагрессивных средах имеют высокие механические свойства. В основном их используют для изделий, работающих на износ, в качестве режущего инструмента, в частности ножей. Для упругих элементов и конструкций в пищевой и химической промышленности, находящихся в контакте со слабоагрессивными средами. К этому виду относятся стали типа 30Х13, 40Х13 и Т, Д, ферритные стали. Эти стали применяют для изготовления изделий, работающих в окислительных средах, для бытовых приборов, в пищевой, легкой промышленности и для теплообменного оборудования в энергомашиностроении. Ферритные хромистые стали имеют высокую коррозионную стойкость в азотной кислоте, водных растворах аммиака, в аммиачной селитрии, смеси азотной, фосфорной и фтористоводородной кислот, а также в других агрессивных средах. К этому виду относятся стали 400 серий. Аустенитные стали. Основным преимуществом стали аустенитного класса являются их высокие служебные характеристики и хорошая технологичность. Поэтому аустенитные коррозионно-стойкие стали нашли широкое применение в качестве конструкционного материала в различных отраслях машиностроения. Теоретически изделия из аустенитных нержавеющих стали при нормальных условиях не магнитные, но после холодного деформирования могут проявлять некоторые магнитные свойства. Каждый материал характеризуется способностью намагничиваться. Это применимо и к нержавеющим сталям. Полностью немагнитным может быть только вакуум. Аустенитоферритные и аустенитоматенситные стали. Аустенитоферритные стали. Преимущества стали этой группы повышенные пределы текучестия по сравнению с аустенитными однофазными сталями. Отсутствие склонности к росту зерен при сохранении двухфазной структуры. Меньшее содержание остродефицитного никеля и хорошая свариваемость. Аустенитоферритные стали находят широкое применение в различных отраслях современной техники, особенно в химическом машиностроении, судостроении, авиации. К этому виду относятся стали типа 0,8Х, 22 Н, 6Т, 0,8Х, 21 Н, 6М, 2Т, 0,8Х, 18Г, 8 Н, 2Т, аустенитоматенситные стали. Потребности новых отраслей современной техники в каразианно-стойких сталях повышенной прочности и технологичности привели к разработке сталей. Мартенситного класса это стали типа 0,7Х, 16 Н, 6, 0,9Х, 15 Н, 9Ю, 0,8Х и 17 Н, 5, 7, 3. Сплавы на железоникелевой и никелевой основе. При изготовлении химической аппаратуры, особенно для работы в серной и соляной кислотах, необходимо применять сплавы с более высокой коррозионной стойкостью, чем устенитные стали. Для этих целей используют сплавы на железоникелевой основе типа 0,4Х, Н, 40 МТ, ДТУ и сплавы на никелемолебденовой основе Н, 70 МФ. На хромоникелевой основе ХН-58 Вольт и хромоникелемолебденовой основе ХН-65 МВ, ХН-60 МБ производства и применения. Согласно данным АССФ, мировой объем выплавки нержавеющей стали в 2009 году составил 24,579 миллиона тонн хромистой нержавеющей стали. Лапаны гидравлических прессов, турбинные лопатки, арматура, крекинг установок, режущий инструмент, пружины, бытовые предметы, хромоникелевые и хромоморганцевоникелевые нержавеющие стали, бытовые предметы, в частности, столовая посуда, ортопедическая стоматология, стабилизированная устенитные нержавеющие стали, сварная аппаратура, работающая в агрессивных средах. Изделия, работающие при высоких температурах от 550 до 800 градусов Цельсия. Пищевая промышленность. Нержавеющие стали используются как в деформированном, так и в литом состоянии. Сварка нержавеющих сталей. Аустенитные нержавеющие стали вроде Х18 Н, 9, Х18 Н, 10 не переносят прокаливание. Прокаливание вызывает в них структурные изменения, из-за которых после прокаливания в стали начнется межзерновая коррозия. Межзерновая коррозия опасна еще и тем, что не вызывает потерь у товарного вида изделия, так что изделие – деталь из нержавейки. Будучи по-прежнему красивым и блестящим, под нагрузкой может внезапно развалиться, расколоться, разрушиться. Для защиты от межкристаллитной коррозии в такие нержавейки добавляют титаны линиобии в количестве 5С 0,6%. Легированные таким образом стали обозначаются Х18 Н, 9 Т, Х18 Н, 9 Б, Х18 Н, 10 Т, Х18 Н, 10 Б. Соответственно аустенитные нержавейки для сварки годятся те, которые с буквой Т или Б в конце. Электросварку нержавейки можно осуществлять контактной сваркой, сваркой неплавящимся электродом, полуавтоматической сваркой в среде защитных газов, сваркой штучными электродами. Штучные сварочные электроды выпускаются не только из обычной стали, но и из нержавейки. Для сварки деталей из нержавейки электрическое сопротивление нержавейки больше, чем L, сопротивление обычной стали. Поэтому сварочные электроды из нержавейки делают короче, чем электроды из обычной стали. Так как слишком длинный нержавейковый электрод может расплавиться и обрушиться до того, как будет израсходован полностью. Для приваривания деталей из нержавейки к детали из обычной стали нужны ТН-переходные электроды. В этом случае к сварке предъявляется требование, что сварочный шов должен быть из нержавейки, поэтому нержавейка, из которой сделаны переходные электроды, имеет в своем составе повышенное содержание лигирующих элементов. Переходные электроды имеют зеленое покрытие, сварочные электроды с голубым покрытием для сварки пищевой нержавейки.